С праздником вас! Люди самые светлые на земле профессии! С днем энергетика! Впервые праздник отмечался 22 декабря 1966 года после издания указа Президиума Верховного Совета Союза СССР. Данный указ был приурочен к утверждению Государственного плана электрификации России ГОЭЛРО на 8-м Всероссийском съезде 1920 года. Дорогие энергетики! Хочется поднять ваше настроение небольшой подборкой высказываний и анекдотов, связанных с вашей светлой профессией. Спорят люди, чья профессия самая древняя? Строитель. Наша профессия самая древняя. Мы еще в Вилонскую башню строили. Проститутка. Нет! Моя профессия древнее. Когда вы только строить начали, мы к тому времени уже тысячу лет работали. Электрик. Да не спорьте зря. Самая древняя профессия – это электрик. К тому моменту, как Господь сказал, да будет свет, у нас были уже и провода раскиданы, и лампочки вернуты. Если вам навстречу пробежала черная мышка, а за ней черная кошка, а за кошкой черная жучка, а за ней черная внучка, значит, детка выкопал не репку, а кабель. Каждый раз, когда я скрываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь, что все электрики – люди творческие. Энергетик жалуется Господу нажить. Все плохо, сети старые, реконструкцию в инвест-программу не закладывают, отчетностью замучили, генподрядчик норовит не заплатить за передачу, освалить все затраты на потери, потребители манипулируют льготами по техприсоединению, в тарифе на передачу не возмещают выпадающие расходы, роста на заработную плату не дают, наоборот, требуют уменьшать штат, сейчас еще заставляют весь учет сетей вести за свой счет, а договора приходится заключать просто методом выставления счета до выдачи ТО, а еще требуют брать на баланс разваливающиеся садоводческие сети с воровством и безумными бабушками. Господи, что делать дальше? Господь все выслушал, очень терпеливо, и отвечает. Это все понятно, но продлевать-то будем? Начальник отдела технологического присоединения заходит в магазин сувениров, видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано «Кошка 1000 рублей, ее история 10 000 рублей». «Я могу купить кошку без истории?» – спрашивает он продавца. «Конечно», – отвечает продавец, – «но за историю вы все равно вернетесь». Энергетик покупает маленькую бронзовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Он в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку в реку. Все кошки, бежавшие за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой. Он идет обратно в тот же магазин сувениров. «Я же предупреждал вас, что вы вернетесь за историей», – говорит ему продавец. «К черту историю», – отвечает энергетик. «Но я заплачу вам ваши 10 000 рублей, если вы мне дадите маленькую бронзовую фигурку заявителя до 15 кВт». Студент-энергетик написал о дипломной работе. «Поскольку эту работу читать никто не будет, то сердечник трансформатора целесообразно выполнить из дерева». Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, что-то замерял, покрутил, потом щелкнул в нем какую-то деталь, и станок заработал. «Все это заняло не более 5 минут. Заказчик. Сколько стоят ваши услуги, электрик? 300 евро». Заказчика задачено, но не растерявшись. «Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах». Текст сметы. «Щелчок. 1 евро». «Знание, где щелкнуть?» – 299 евро. «В магазине электротоваров мужчина спрашивает у продавца, «Я ищу подарок для тещи. Что вы можете предложить? У нас есть электрические утюги, электрические чайники, электрические самовары, электрические вентиляторы. Нет, это все не то. Нет ли у вас электрического стола?» Встречаются два друга. Один холост, другой женатый. Второй спрашивает, «Ты чего не женишься?» «Жену еще трехфазную». «Это как? Что в гостях была красавица, на кухне хозяйка, а в постели проститутка. Через некоторое время встречаются. Ну что, нашел трехфазную жену?» «Нашел. Только у нее сдвиг по фазе. Она в постели хозяйка, на кухне красавица, а в гостях проститутка. Если бы Ньютон сидел под грушей, он изобрел бы электрическую лампочку». «Пессимист. У нас сегодня трагедия. В нашей многоэтажке прорвало канализацию, которая залила распределительный щит, из-за чего выключился свет. А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик». «Изависительная электрика. Получил 250 грамм спирта для протирки контактов. В процессе работы надышался парами спирта, потерял самоконтроль и выпил все остальное. А у нас мужика 12 вольтами убило. Как? Аккумулятор с полки упал. «Начну жизнь с нуля», — сказал электрик, втыкая твердку в щиток. «Прапорщик спрашивает солдата. Это правда, что вы инженер-электрик?» «Так точно. Тогда я вам нашел дело по специальности. Будете теперь следить, чтобы в роте гасились свет ровно 23 часа». Объявление «Профессиональный электрик. Сверлю бетон».